Космический корабль Crew Dragon Dragon 2 – класс космических аппаратов с частичным многоразовым использованием, разработанных и производимых компанией SpaceX. В первую очередь для полетов на Международную космическую станцию. SpaceX также запустила частные миссии, такие как Inspiration 4 и Axiom Mission 1. Существует два варианта. Crew Dragon – космический корабль, способный перевозить четырех членов экипажа. И Cargo Dragon – обновленная замена оригинальному Dragon 1. Космический аппарат состоит из многоразового спускаемого аппарата, расходуемого служебного модуля. Космический корабль стартует на ракете Falcon 9 Блок 5. Капсула возвращается на Землю путем приводнения. Грузовой корабль Dragon доставляет грузы на МКС в рамках коммерческого контракта CRS-2 с НАСА. Первый полет Dragon 2 в грузовой конфигурации стартовал в декабре 2020 года. По состоянию на январь 2023 года Crew Dragon является единственным американским орбитальным транспортным кораблем с экипажем, находящимся в эксплуатации в данное время. Его основная роль заключается в транспортировке астронавтов на МКС и обратно в рамках программы коммерческих экипажей НАСА, которая является преемницей возможностей орбитальной транспортировки экипажа космического челнока Space Shuttle, вышедшего из эксплуатации в 2011 году. Предположительно, в 2023 году к нему присоединится Boeing Starliner, который также будет оставлять людей на МКС. Crew Dragon также используется для туристических полетов, некоторые из них на МКС, и, как ожидается, будет использоваться для доставки людей на планируемую космическую станцию Axiom Space и обратно на Землю. 2. Две комбинации Dragon 2. Существуют два варианта космического корабля – Crew Dragon и Cargo Dragon. Crew Dragon изначально назывался Dragonrider и с самого начала предназначался для полетов экипажа из семи человек или комбинации экипаж и груз. Более ранние версии грузового корабля стыковались с МКС с помощью роботизированной руки Канадару – персоналом станции. 2. Вместо используемого на грузовом варианте Dragon 1 универсального стыковочного механизма CBM, на Dragon 2 установлен новый стыковочный механизм NDS, который поддерживает как полностью автоматическую стыковку, так и ручную из кабины корабля. 2. Вторая часть механизма стыковки была установлена на МКС. Космический корабль способен выполнять полностью автономные сближения и стыковку с возможностью ручного управления. В стандартных миссиях Crew Dragon остается пристыкован к МКС в течение 180 дней, но рассчитан на пребывание на станции до 210 дней, что соответствует российскому космическому кораблю «Союз». 2. SpaceX использует ракетоноситель Falcon 9 Log 5 для запуска Dragon 2. 3. Crew Dragon Оснащен интегрированной системой аварийного спасения SAS, состоящей из восьми двигателей Super Dragon, способных в аварийной ситуации увезти транспортное средство от ракеты. 1. Первоначально SpaceX намеревалась использовать двигатели Super Dragon для посадки Crew Dragon на сушу, но при этом парашюты и приводнения в океане использовались только в случае прерванного запуска. 2. Управляемая посадка на воду с парашютами была предложена NASA в качестве базового подхода к возвращению корабля Dragon. 3. Позже посадка с использованием двигателей была отменена, оставив единственным вариантом приводнение в океан на парашютах. 4. Корпорация Paragon Space Development оказала содействие в разработке системы жизнеобеспечения Crew Dragon. 5. В 2012 году SpaceX вела переговоры с Orbital Outfitters о разработке скафандров для ношения во время запуска и возвращения на Землю. 5. Каждый член экипажа одет в специальный подобранный для него скафандр. 6. Скафандр в первую очередь предназначен для использования внутри корабля. 7. Однако в случае быстрой разгерметизации кабины скафандр может защитить экипаж. 8. Скафандр также может обеспечивать охлаждение астронавтов во время стандартного полета. 9. Для миссии Demo-1 испытательный манекен по прозвищу Ripley был оснащен скафандром и датчиками. 10. Скафандр изготовлен из номекса – огнезащитной ткани, похожей на келлар. 11. Дизайн космического корабля представлен 29 мая 2014 года во время пресс-конференции в штаб-квартире SpaceX в городе Хот-Орне, Калифорния. 11. В октябре 2014 года NASA выбрала космический корабль Dragon в качестве одного из кандидатов для полета американских астронавтов на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческих полетов по смене экипажа МКС – Commercial Crew Development. 12. В марте 2022 года президент SpaceX Вин Шоттл заявил агентству Reuters, что «мы заканчиваем нашу последнюю капсулу, но мы все еще производим компоненты, потому что нам предстоит модернизация». 13. По контракту CCT Cap SpaceX стоимость каждого места в полете Crew Dragon составляет от 60 до 67 миллионов долларов США, в то время как номинальная стоимость каждого места по оценкам управления Генерального инспектора NASA составляет около 55 миллионов долларов США. 14. Это контрастирует с ценой запуска Союза в 2014 году в размере 76 миллионов долларов США за место для одного астронавта NASA. 15. В случае, если частные астронавты летают на Crew Dragon, SpaceX предоставляет им крылья астронавта Crew Dragon. 15. Карго Dragon. Хотя изначально Dragon 2 предназначался для перевозки экипажа или экипаж плюс груз, NASA запросила второй раунд многолетних контрактов на поставку грузов для снабжения МКС в периоде 2020-2024 годы. 15. Это привело к тому, что SpaceX предложила для грузовых полетов NASA модель с отдельным названием Cargo Dragon. 16. SpaceX выиграла контракт на поставку Cargo Dragon в результате конкурса заявок CRS-2. 16. В январе 2016 года были заключены контракты на 6 полетов. 16. Грузовые драконы отличаются от варианта с экипажем тем, что запускается без кресел, органов управления кабина пилота, систем жизнеобеспечения, астронавтов или аварийных двигателей Super Dragon. 17. Cargo Dragon улучшает многие аспекты оригинального дизайна Dragon 1, включая процесс восстановления и переоборудования. 17. SpaceX планирует запустить каждую грузовую капсулу Dragon до 5 раз. 18. Дизайн Dragon 2 включает в себя следующие особенности. 18. Dragon 2 частично можно использовать повторно, что потенциально приводит к значительному снижению затрат. 19. В более ранних планах SpaceX предполагалось использовать новые капсулы для каждого полета с экипажем для NASA. 19. В дальнейшем обе компании согласились повторно использовать капсулу Crew Dragon в новых миссиях NASA. 19. В грузовом варианте Dragon 2 может доставить на МКС 3307 кг. 19. Crew Dragon рассчитан на 7 астронавтов, однако для миссий NASA используется только 4 места. 20. Над сиденьями расположена панель управления с тремя экранами, туалет с занавеской для удинения и стыковочный люк. 21. Приземление в океане осуществляется с помощью 4 основных парашютов. 22. Парашютная система была полностью переработана по сравнению с той, что использовалась в предыдущей версии корабля Dragon. 22. Из-за необходимости раскрывать парашюты при различных сценариях прерывания запуска. 23. Crew Dragon оснащен 8 установленными сбоку двигателями SuperDrag, объединенными в резервные пары 4 двигательных отсеков. 23. Причем каждый двигатель способен создавать тягу 71 кН, которая используется для прерывания запуска. 24. Каждая капсула корабля также содержит 4 двигателя Draco, которые можно использовать для контроля ориентации и орбитальных маневров. 24. Камера сгорания двигателя SuperDrag изготовлена из инконникеля, сплава никеля и железа с использованием процесса прямого лазерного спекания металла. 25. Двигатели размещены в защитной гондоле для предотвращения распространения неисправности в случае выхода двигателя из строя. 26. Оказавшись на орбите, Dragon 2 способен автономно пристыковаться к МКС. 26. Пилоты Crew Dragon сохраняют возможность стыковки космического корабля с помощью ручного управления, сопряженного со статичным планшетоподобным компьютером. 27. Космический корабль может эксплуатироваться в полном вакууме. 27. Кроме того, космический аппарат сможет безопасно вернуться, если произойдет утечка диаметром до эквивалентного отверстия 6,35 мм. 28. Топливо и гелий под давлением как для прерывания запуска, так и для маневрирования на орбите содержатся в сферических резервуарах из композитного титана с углеродной оболочкой. 28. Теплозащитный экран Pika X защищает капсулу во время повторного входа в атмосферу. 29. Нагоразовый носовой обтекатель защищает судно и стыковочный адаптер во время старта и повторного входа в атмосферу. 29. Поворачивается на шарниры для обеспечения стыковки в космосе и возврата в закрытое положение. 30. Багажник является третьим конструктивным элементом космического аппарата, содержащим солнечные панели, радиаторы отвода тепла и ребра для обеспечения аэродинамической устойчивости. 30. Развертываемые солнечные батареи предыдущего поколения Cargo Dragon были устранены и теперь встроены в сам багажник. 31. Это увеличивает объем пространства, уменьшает количество механизмов на транспортном средстве и еще больше повышает надежность. 29. Августа 2021 года была анонсирована новая функция под названием Extend the Lab, установленная на Cargo Dragon. 31. Наш новый грузовой автомобиль Dragon также способен выступать в качестве лаборатории для продвижения науки и исследований. 31. Мы называем эту возможность расширением лаборатории. 32. Это позволяет некоторым мощным и полезным грузам оставаться на Dragon для экспериментов в течение всего срока миссии. 33. Это особенно полезно, когда на станции практически нет места для дополнительных научных исследований. 34. Это также помогает сократить время, затрачиваемое экипажем на перемещение полезных грузов в Dragon и обратно. 35. Для миссий, не связанных со стыковкой, стыковочный адаптер капсулы, который обычно используется для стыковки с Международной космической станцией, 36. Может быть заменен куполообразным окном и изор стекла. 36. Это обеспечивает панорамный вид на космос и Землю, аналогично модуле купол на МКС. 37. Чтобы обеспечить интерес восполнить пространство, оставшееся после снятия стыковочного адаптера во время полета. 38. Впервые купол был использован во время полета Inspiration 4. 38. Впервые купол куполton. 38. Впервые купол в comprажу. 39. Впервые купол в регировании карты coercных путеводействий в социальных гостей 블� Quốcусов. 39. Впервые купол ур mouths solutions выполнено владелькие propaganda.